И у нас следующее интервью с замечательной Марией. Мария, расскажи немножко о себе. Здравствуйте, меня зовут Мария Сидельникова, мне 36 лет. Сейчас я живу в городе Ессентуки. Мехенди я занимаюсь не очень давно, чуть меньше года. И с Мехенди я познакомилась в школе Ирины Александровской, и с этого и начался мой путь в Мехенди. А сейчас я уже и работаю с Ириной и Спартаковым в команде в школе Мехенди и являюсь менеджером платформы школы Мехенди. Такой вопрос. Многие люди думают, что Мехенди вообще ненужная вещь, ну не нужна она в жизни. Что ты думаешь по этому поводу? Нужна она, не нужна? Серьезно это? Несерьезно? Может, это просто забава? Ну, здесь, наверное, нужно исходить из человека и чего он хочет, какие у него ценности и какие у него цели. Этот вид творчества можно рассматривать по-разному и как развлечение, и как искусство, и как способ самовыражения. Самовыражение для каждого человека это может быть по-разному. Для кого-то это со стороны человека, которому рисует Мехенди, это может быть такой способ как-то по-особенному выразить себя, проявить свою какую-то индивидуальность, выделиться в обществе или как-то преподнести себя необычно на празднике. А для мастера же Мехенди, для человека, который рисует, это огромное поле для творчества, для самовыражения, для проявления каких-то своих внутренних потребностей, сделать что-то красивое, как-то проявить красоту в мир. Я вообще считаю, что творчество это не обязательно рисовать, петь, танцевать. Творчество это то, что мы делаем каждый день, мы каждый день созидаем свою жизнь, каждый день ее творим. И это просто одно из видов искусства, которое позволяет нам творить свою жизнь, по-другому я не скажу. Но для меня Мехенди это огромное поле для самовыражения, для личного роста, для развития своего внутреннего потенциала. Я не знаю, для меня это очень интересный вид искусства, который просто бесконечен, на мой взгляд. То есть в этом развиваться можно бесконечно. Но для кого-то, конечно, это может не подойти, но это нормально, это естественно. Кто-то находит себя, кто-то нет. Прямо вдохновила, я же сразу рисовать захотелась. Я рада. А как твои близкие отнеслись к тому, что ты увлеклась таким делом, искусством? Ну, мой муж вообще очень хорошо относится всегда к тому, чем я занимаюсь, и в принципе никогда не бывает против. Просто иногда немножко смеется, что я всегда очень много чем увлекаюсь, и часто одновременно. И меня часто не хватает на все времени, потому что я очень быстро увлекаюсь. Мне и то хочется, и это хочется. Дочка, она у меня маленькая, 6 лет, она с удовольствием со мной вместе рисует, очень быстро поддерживает меня, быстро, конечно, угасает, внимание, интерес уходит, но при этом она тоже очень любит рисовать и говорит, мама пошла на работу, мама клиент, то есть она все знает, а когда мы ездим на фестиваль, она даже может рассказать что-нибудь про хну людям, которые подходят, и очень поддерживает. Ну, как бы это основные люди, мнение которых для меня важно, и они меня вполне поддерживают, и даже очень им интересно то, что я делаю. А ты занимаешься чисто творчеством, или ты все-таки зарабатываешь на этом деньги, получается ли, и считаешь ли ты, что можно больше зарабатывать, и что для этого не хватает? Конечно, это и личное творчество, то есть моя личная проявление себя, мое личное творчество, но и, конечно, я стремлюсь монетизировать. Как любая работа должна приносить деньги, я считаю, должна приносить какую-то отдачу. Для кого-то отдача – это просто, может быть, положительные отзывы или хорошие эмоции. Для меня важна монетизация точно так же. Я рисую на клиентах, я рисую на различных проектах, типа TFP съемок, то есть совместных творческих проектов. Я провожу небольшие мастер-классы, личное обучение иногда. Не очень часто, правда, но бывает и такое. И я хочу дальше развиваться. Я считаю, что творчество нужно монетизировать. Что для этого нужно? Для этого нужно развиваться, то есть не стоять на месте, обязательно учиться дальше, не прекращать учиться. Мне очень понравилось, я читала интервью с Юлианой, где она писала о том, что несмотря на то, что она мастер такой величины, и все ее знают, что она каждый год ездит на обучение к своему сенсей, к своему учителю Татьяне Килинской. То есть даже такого уровня мастера, они не останавливаются в обучении, они постоянно развиваются, и тогда люди видят, что ты растешь, им хочется стремиться расти рядом с тобой. И все люди, которые сейчас ко мне обращаются, они в основном видят работу, им интересно, и они хотят такого же. Поэтому зарабатывать деньги на этом можно только, если это нравится, и если не оканчивать развиваться, то есть не останавливаться в развитии. Здорово, спасибо. У каких мастеров еще хочешь пройти обучение? Я, конечно, мечтаю пойти учиться к Лизе Каспарян, к Раби Мехенди. Да, я очень хочу пойти к ней учиться, мне очень понравился ее семинар, и мне нравится ее подход, нравится, что у нее такой стиль, который не похож ни на один другой, это какая-то эклектика, смесь стилей. И мне очень нравятся в Мехенди не классические направления, а именно какая-то вот такая вот смесь выражения личности мастера. Но очень мне нравится ее стиль, и я бы хотела к ней пойти учиться. Последний вопрос. Что ты пожелаешь новичкам? Новичкам я пожелаю, во-первых, вообще не париться насчет того, что у вас не получается, потому что я вот рисую недавно, но уже даже сейчас, в виде своей первой работы, мне бывает немножко даже стыдно, потому что... Как и мне. Да, я очень благодарна своей подружке, которая была моей первой моделью, и что она, несмотря на то, что я нарисовала, очень меня расхвалила. Вот, потому что я понимаю, что, конечно, ну, мы все несовершенные, мы все чему-то учимся, надо к этому относиться как к детям. Когда ребенок начинает чему-то учиться, даже ходить, он это не умеет. Но он учится, он не умеет читать, но он учится, мы все умеем ходить, все умеем читать. Но когда-то, много лет назад, мы тоже сделали первый шаг. Это первое. Второе, я рекомендую идти учиться обязательно. Можно учиться самому, и очень много примеров самоучек. Даже Татьяна Килинская, она ни у кого не училась. Но вопрос, сколько вы потратите на это время. Можно потратить пять лет, а можно сделать это, ну, не такого мастерства, как у Татьяны, но я имею в виду, что какие-то базы получить за два-три месяца, ну, за пять месяцев. Для меня время ценно, поэтому я иду учиться у кого-то. Я считаю, что когда есть личная передача, это всегда лучше, чем делать самому. Но для кого-то, может быть, подойдет такой путь. Также я пожелаю как можно больше смотреть работ других мастеров, не для того, чтобы, опять же, понижать свою самооценку, а для того, чтобы видеть, к чему можно идти, и чтобы набираться опыта, не бояться перерисовывать другие работы. В этом, я считаю, ничего страшного нету. Если вы перерисовываете чью-то работу мастера, ну, подписывая его там, если вы выкладываете в соцсетях, но таким образом вы учитесь, вы разбираете какие-то элементы, нету в этом ничего страшного. И главное, как бы преодолеть вот этот первый страх, что у меня не получится, у меня там не такие руки, не такие ноги, и таланта у меня нету. Просто расслабиться и делать это для себя. Не для того, чтобы вас кто-то оценил в Инстаграме, поставил вам лайк, или там ваши родные сказали, ну, вот, наконец-то ты делом занялась. Нет, делайте это для себя, сделайте это своей жизнью, своим хобби. Не надо делать, тут я живу, а тут я рисую мехи Инди. Это просто ваша жизнь одна из сторон. Можно быть многогранным человеком и посчастливым. В общем, это путь.